Подведение итогов и постановка стратегических задач за 37 минут. Именно столько длилась церемония оглашения послания Государственному собранию, с которым по традиции выступил Ради Хабиров. Данная процедура не проводилась почти два года, и у главы республики накопилось немало тезисов о достижениях региона, его управленческой команды, а также целях, которые нужно реализовать в ближайший год. Ключевая тема послания — поддержка участников специальной военной операции. Нашим воинам нужна дополнительная мотивация членам их семей, внимание и забота в ожидании возвращения солдат домой. Еще одна важная тема повестки — реализация промышленной, точнее, кластерной политики. Обо всем по порядку в материале Игоря Крупченова. Ежегодное послание главы региона депутатам Государственного собрания, по сути, представителям каждого из четырехмиллионного Башкортостана, длилось 37 минут. Обращение звучало в условиях режима базовой готовности, объявленного в большинстве российских регионов. И начало речи связано с участием республики в СВО по демилитаризации и деноцификации. Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам, их родным и близким. Ключевая задача тоже в самом начале — это обеспечение эффективной работы промышленности, сельского хозяйства и в целом всех секторов экономики. За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8%. За 10 месяцев этого года — на 2,8%. И мы с вами можем гордиться тем, что Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации. Акцент послания, учитывая целевую аудиторию, социальные вопросы и новые экономические координаты. Задача — продолжить и нарастить объем финансирования. 7 тысяч башкирских двориков, сотни общественных пространств, сотни тысяч подъездов. Это признак того, что финансирование этих объектов находится в приоритете, хотя раньше это все или не финансировалось, или финансировалось по остаточному принципу. Запрос на это велик, и это видно при обращении в различных системах обратной связи. Еще одна чувствительная тема — дороги, особенно вдали от крупных городов. Показатель дорожного строительства в двухлетней ретроспективе — 2 тысячи километров и 3 тысячи метров мостов. Уже в ближайшее время начнется ремонт дороги Акьяр-Сибай. Срок сдачи — 2024 год. В планах также рост капитализации и объемов проектов. На мой взгляд, необходимо определить график ремонта наиболее проблемных дорог и довести этот график ремонта до людей, чтобы они знали, в какие конкретные сроки ремонт дорожного полотна будет сделан. И именно для этого поручаю правительству в следующем году дополнительно выделить на строительство, реконструкции капремонт дорог местного регионального значения дополнительно 4 миллиарда рублей. Другая важная тема — проблемы застройщиков. По новой региональной программе 300 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир в ближайшее время. Привлекаются инвесторы, которые, получив без торгов земельный участок, 10% построенного жилья на этом земельном участке отдают в счет решения проблем пострадавших граждан. И в этой связи у нас работают уже две организации, два крупных застройщика, которые как раз и предпринимают меры для того, чтобы решить часть из тех проблем, которые возникли у нас в 2016-2012 годах. Летом вступили в силу поправки, в котором застройщики могут получить земли с объектами обманутых дольщиков без торгов. Мы всегда в тесной взаимосвязи работали, действовали, всегда отслеживали необходимость адекватного применения наших законодательных инициатив, наших правовых норм, как раз в интересах эффективного юридического сопровождения тех инициатив, которые исходят от главы республики, исходят от правительства. В другом блоке послания – экономические параметры роста. Объем жилищного строительства в этом году – 3 миллиона квадратных метров. Выступая перед законодательным собранием, Радий Хабиров остановился на поддержке крупных проектов, таких как Уфимская Забелья и Кузнецовский Затон. Комплексное развитие – это миллиарды рублей для коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. В промышленности – тренд на кластерную политику и собственные научные разработки, в том числе для импортозамещения. Многие предприятия уже заместили импортные продукции, поставляемые для «Газпрома». Белебейский завод «Автонормальный» выпускает комплектующие для «КамАЗа», уральские пружины для «АвтоВАЗа». Республиканские компании, входящие в структуру «Растеха», участвуют в производстве узлов и агрегатов для самолетов «Сухой Суперджет» и «МС-21». УМПО приступает к производству опытных образцов газотурбинных двигателей АЭЛ-41СТ. Большую помощь оказывает фонд развития промышленности, капитализация которой достигла 1,3 миллиарда рублей. И мы на следующий год еще увеличим финансовую поддержку за счет регионального бюджета на 200 миллионов рублей. 5 миллионов тонн зерна – последний урожай в Башкортостане. За 4 года в парке сельхозтехники плюс 12 тысяч новых машин. Малое машиностроение, аграрного профиля, 150 наименований, собственных моделей и больше 3000 деталей к ним. Современная техника, цифровизация, развитие науки и эффективное проектирование. Эксперты взвешивают аргументы в пользу развития сельского хозяйства. Решение поставленной задачи устойчивого поддержания сбора урожая на уровне 4-5 миллионов тонн ежегодно может быть решено только комплексно, экстенсивным и интенсивным способом. Экстенсивно этого можно добиться благодаря увеличению посевных площадей за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Одно из поручений как раз инвентаризации земель сельхозназначения. Еще одно направление благоустройства в глубинке развития медицины. За три года построено 250 фельдшерских акушерских пунктов и 5 сельских врачебных амбулаторий. Базовая медицина и высокие технологии также в списке приоритетов. До конца года завершим строительство двух сельских амбулаторий в Туймазинском и Ильишевских районах. Поликлинику в Уфимском на краю Незатон. В следующем году откроем Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Введем детские поликлиники в Мисыгутово, Кармаскалах и Баймаке в больнице в Большево-Стикинском. Блок послания о науке это не только глобальные проекты, такие как Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, встроенный в федеральную сеть, но и ежедневная работа, к примеру, адресная поддержка тех, кто эту науку и представляет. Только по этому году Республика выделала 200 миллионов рублей на поддержку молодых ученых в части обеспечения стажировок и улучшения жилищных условий. Причем сумма на улучшение жилищных условий, допустим, в нашем ВУЗе минимальная сумма 500 тысяч рублей, а максимальная, которую получают молодые преподаватели, молодые исследователи, 2 миллиона рублей. Среднее и общее образование, к примеру, 188 новых мастерских на базе 60 колледжей, капремонт еще 90 СУЗов, строительство и реконструкция школ, за 4 года в этом списке 113 учебных заведений. Заметная деталь увеличения в следующем году числа грантов молодым сельским учителям до 150. Поддержка бизнеса в приоритете на 49% больше самозанятых, на 17% социальных предпринимателей по сравнению с началом года. За 9 месяцев малый и средний бизнес перечислил в бюджет 11 миллиардов рублей. За последние 2 года многое из потребительства было сделано в Управлении республики. Это предпринимательские часы, введение института бизнес-шериф. Мы впервые в России это сделали, и это дало свой результат. На самом деле мы видим, что количество предпринимателей идет по всем направлениям. Рост как самозанятых в том числе. У нас в госпитримательстве в республике работает 560 тысяч человек. Следующий год по решению главы Радия Хабирова в Башкортостане объявлен годом полезных дел для малой родины. Игорь Крупчинов, Рамиль Хайрулин, РБК Уфа.